Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, я уже полтора года живу в Барселоне. Я открыла здесь свой бизнес, и со 2-го числа я начинаю продажу супер-классных футболок, толстовок. Я обязательно об этом еще расскажу. В прошлом видео я рассказала о том, как я открывала Autonomo. Это было, конечно, супер-непросто, супер-стрессово. Я чуть не потеряла кучу денег, но в целом все закончилось хорошо. Я обязательно в следующих выпусках расскажу о том, как продолжается мое дело. Я покажу вам обязательно все модели. Я очень вас попрошу подписаться на мой канал, потому что для меня это очень важно. Мне кажется, что здесь я рассказываю какие-то супер-полезные вещи, и многие мне пишут о том, что мои видео действительно помогают им. Мой телеграм-канал помогает, потому что там я публикую совершенно бесплатно гайды по тому, как арендовать квартиру в Барселоне, как подготовиться к переезду, как, в принципе, в Барселоне устроить свой быт. И я буду рада, если вы, ну окей, вы можете не подписываться на этот канал, но если вы скачаете эти гайды, если они вам помогут, мне уже будет супер-приятно, ну потому что моя цель, в общем-то, помочь таким же людям, как я, которые переехали в Барселону, не понимая, в принципе, как устроена здесь жизнь. Давайте понимать это вместе. А сегодня я хочу рассказать вам о пяти привычках испанцев, которые меня очень сильно раздражают. И первое здесь это то, что испанец всегда будет говорить вам очень уверенно какие-то очень важные вещи. Но при этом, когда вы проконсультируетесь, например, с другим испанцем по тому же самому вопросу, вы поймете, что тот первый вообще не понимал, о чем он говорит. На моем личном примере я могу вот рассказать такую ситуацию, что мой сын родился здесь, в Барселоне, и после года легального проживания в Испании он может претендовать на испанское гражданство. Так вот, в одной государственной организации мне сказали, что нет, наш ВНЖ, значит, не подходит, нам нужно ждать каких-то других бумаг, которые придут позже, и только после этого начнется вот этот год легального проживания. И вот после того, как мы получим определенные карточки, еще, значит, вот год, и тогда он может претендовать. Я пошла к другому адвокату в экстранхирию, это Министерство по делам, значит, иностранцев, и там адвокат мне сказал, что да нет, вы можете, конечно, претендовать, вы год живете, вот ваши бумаги, у вас все легально, вот ваши прописки, вот там все ваши документы, там, не знаю, вам нужна справка из школы, нужно то-то-то, и все, я сама вам помогу оформить, приходите ко мне такого-то числа, и все, я оформлю. То есть у испанцев всегда нужно консультироваться у одного, двух, трех в разных компаниях, если у вас какой-то важный вопрос, и вам почему-то говорят, что нет, то, что вам, в принципе, положено по закону, не положено. И таких ситуаций очень много, с электронной подписью была такая же ситуация, когда я пришла и сделала эту электронную подпись за 15 минут, а мой близкий человек пошел сделать эту электронную подпись, ему сказали, нет, ну это нужно сначала туда, потом сюда, мы вам это не сделаем, и так далее. В третий раз выяснилось, что на самом деле все можно было сделать, и, в общем, испанцы это такие люди, которые, если не знают, будут говорить с вами так, как будто они вообще супер в материале. И когда это касается очень важных вещей, это реально раздражает, вот этот постоянный фактчекинг с несколькими специалистами. Второе, что меня реально очень сильно раздражает, ну, это то, что у испанцев нет понятия делового этикета. Например, вы пришли в какое-то госучреждение, вам нужно какую-то справку, и вы вот на своем не супер испанском пытаетесь объяснить, и вдруг мимо проходит какой-то знакомый вот этого консультанта, которого, значит, тот решил поприветствовать, поговорить с ним, встать, и вот это ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля на 15 минут. У меня так было в налоговой, например. Когда мне мужчина говорит, вам нужно заполнить вот эту моделу, вот здесь напишите вот это. Я говорю, а если у меня вот то, он говорит, секунду. И я думала, что он встал, чтобы мой вопрос решить. А он встал, вышел, и оказалось, что он друга увидел. И он начинает с ним, ой, Педро, привет, как твои дела, ой, все хорошо. Или на почте, да, я оформляю карту, вот эту почтовую, кореус, у меня есть выпуск о том, что, в принципе, с любым паспортом ее оформляют. Это предоплатная карта банковская. Если вам нужно, посмотрите, правда, очень удобно. И, значит, женщина, когда я говорю, я не понимаю, как пин-код установить, она говорит тоже, секунду, ровно один в один, она встает и видит подругу, и начинает с этой подругой ля-ля-ля-ля-ля. Вы в метро, например, вы у этого автомата, вы пытаетесь купить билет, вам выдают какую-то ошибку, и вдруг вот этот мужчина, который на станции должен вам помогать, оборачивается, и оказывается, он встретил тоже какого-то приятеля, и на 15 минут у них начинается вот это, вот знаете, танцы вежливости. И ты стоишь и думаешь, блин, ну как бы, я же по делу спрашиваю, я же первая обратилась, я же как бы ситу взяла даже для того, чтобы это получить. Но нет, если в радиусе будет знакомый, испанец забьет на вас, он типа думает, ладно, подождет, постоит, ничего страшного, я этого педра, может, неделю не видел, хочу с ним обсудить новости. И на полном серьезе реально 15-20 минут можно ждать, пока ваш консультант, значит, с кем-то наболтается. И при этом, если вы попытаетесь ему сказать, типа, ну, дискульпт, пердон, у меня как бы времени мало, он скажет, си-си-си, конечно, я все, я вижу, что у вас времени мало, идите в жопу. Вот, и продолжит разговаривать со своим другом. Это как бы меня выносит, честно вам скажу. Третье, что бесит, это уже бытовые такие вещи, если испанцы собираются в кафе, они будут орать. Они орут так, как будто они в лесу, как будто они в пустыне. И в любом кафе Испании, если там не бабушки с дедушками, то есть орут люди до 55. Вот если до 55 рядом с вами сидят, большая тем более компания, вот 100% вы вообще не услышите друг друга. Вы вообще не поймете, о чем говорит ваш собеседник. И у нас были такие случаи, когда мы даже уходили из каких-то веранд, хотя там не было музыки. Там просто была компания, и эта компания реально орала и перекрикивала, мне кажется, всю улицу. То же самое, например, я не могу, наверное, понять этого, когда испанцы, если они заходят в поезд метро или в поезд дальнего следования, они встают прямо вот у двери. Даже если весь вагон заполнен, а ему выходить через 5 станций, он встанет у двери, и ты что на выход будешь вот так, знаете, как вода вокруг него растекаться, что на вход, как вода втекать. Но если он считает, что он почему-то может пропустить остановку, что он почему-то может не выйти, хотя я ни разу не встречала таких ситуаций, когда кто-то не успел бы выйти из поезда, неважно, это электричка или это метро. Но они почему-то, очень многие, встают вот прямо у дверей, и пока вот ты его прямо не толкнешь, он еще возмутится, потому что ты говоришь, ну типа дайте пройти, мы же выходим. И не только мы, например, еще 10 человек за нами. Он вот будет стоять вот так, он может как солдатик, например, встать, но он будет стоять ровно на той же позиции. Не могу к этому привыкнуть, и не могу, главное, вот понять логики, блин, если полвагона свободного, зачем ты занимаешь дверь? И еще один важный нюанс, вот все говорят, что европейцы, испанцы, они такие вежливые, они здороваются с вами на улицах, они здороваются с вами дома, там соседи постоянно здороваются. С одной стороны, да, это действительно то, что непривычно, и действительно то, что приятно, что все время тебя как будто замечают, потому что в России тебя как будто не существует, да, в каких-то учреждениях, на улице, в лифте, в своем доме среди соседей, как будто тебя нет, все ведут себя так, как будто никто никого не знает, никто никого не видит. Но у этого есть и обратная сторона, потому что если, например, вы решите вынести мусор, вот у вас консьерж сидит дома, вы идете с мусорным пакетом, говорите ему «Ола», выходите, кидаете мусор, заходите в дом, он вам говорит «Ола», «Ола». Дальше вы идете в магазин, например, спускаетесь из подъезда, мимо консьержа, вы говорите «Ола», третий раз за день. Вы идете из магазина и говорите ему «Ола», четвертый раз в день. Потом вы идете, например, за ребенком в школу, вы говорите ему «Ола», когда вы спускаетесь, вы говорите ему «Ола», когда приходите. И как-то я посчитала, что я со своим консьержем за день поздоровалась 16 раз. То есть каждый раз, когда ты видишь человека, которого ты даже видел сегодня, ты обозначаешь ему, что типа ты его видишь и ты говоришь ему а у нас живет бабуля наша соседка очень милая прекрасная женщина которая очень часто гуляет со своими собаками так вот каждый раз она у меня такое чувство просто в подъезде живет то что как только я выхожу она все время либо в подъезде либо у подъезда и вот каждый раз мне надо с ней здороваться в какой-то момент я думаю но мы же виделись можно просто помахать но нет у них почему-то ла как дела как будто мои дела от того чтобы час назад увиделись и увиделись сейчас как-то кардинально поменялись в общем это на мой взгляд реально странно и иногда особенно когда я сосредоточена на работе когда я кому-то отвечаю в телефоне это реально немного раздражает вот это постоянная ула как дела этот выпуск получился очень коротким ну правда потому что не так много вещей которые раздражают но вот эти пять особенно те которые связаны с деловым этикетом и вообще с решением каких-либо вопросов действительно раздражают не знаю как у вас не знаю давно ли вы здесь живете напишите пожалуй свое мнение в комментариях что раздражает вас могло бы вас раздражать то что раздражает меня сталкивались ли вы с такими же ситуациями с которыми сталкивалась я мы с вами увидимся в среду всем пока увидимся